МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арутюнян со спецподразделениями выехал на передовую. Сегодня решается не только судьба всех нас, но и судьба региона Арчун Уванисян. Скончалась вдова Владимира Балаяна Мариета Арутюнян. В провинции Урфа Западной Армении найден вклад. Государственное телевидение Западной Армении взяло интервью президента Армана Кабрамяна. В ходе интервью президент Армана Кабрамян затронул ряд вопросов и представил позицию Западной Армении. В частности, речь шла о первой освободительной войне Арцаха. Боевых действий вдоль всей границы Республики Арцаха. Участие Турции в войне и внутриполитические проблемы Азербайджана. Президент Абрамян представил обеспокоенность армян Западной Армении. В нынешней ситуации на границе обратился к солдатам на границе и ко всем армянам. Полная версия интервью размещена на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. Мы с глубокой скорбью узнали о безвременной кончине Артака Муфсисяна, члена Национального совета Западной Армении, великого армянского историка, заведующего кафедрой истории Армении, исторического факультета ЕГУ, доктора исторических наук. Неоценима роль Артака Муфсисяна вклад в освещение генеалогии армянской истории и ее передачи поколениям. Также неоценим его вклад в становление Национального совета Западной Армении, его участие на съездах коренных народов в ООН, а также презентацию кемника истории Армении на западноармянском языке в сотрудничестве с президентом Арманакабабом Рамяном и Министерством образования Республики Западной Армении. Покойся с миром, дорогой друг. В связи с войной, развязанной Азербайджаном и ее союзникам Турции на границе Республики Арцах, армяне всего мира проводят различные акции протеста. Акции протеста прошли также во французских городах Марсель, Париж и Лион, где тысячи демонстрантов собрались возле посольства Азербайджана. Ряд граждан Западной Армении активно участвует в демонстрациях, выражая свой оправданный гнев против оккупационной политики Азербайджана, в результате которой в эти дни гибнут ни в чем не повинные армяне и мирные жители. Граждане Западной Армении в лице армян всего мира решительно осуждают эту войну, развязанную в результате преступного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Они призывают армян мира сплотиться, проявить непоколебимую волю на этом трудном пути к победе. Я еду на передовую, чтобы сражаться, заявил президент Нагорного Карабаха Райк Рутюнян. Он отметил, что на всей протяженности линии соприкосновений между Карабахом и Азербайджаном с разной интенсивностью идут тяжелые бои. Обстрелы подмироклись гражданские населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Нация и родина находятся в опасности. В опасности наше право свободно, независимо и достойно жить, созидать на своей земле освобожденной ценой крови наших храбрых сынов. Поэтому я направляюсь на передовую вместе с подразделениями специального назначения для участия в боях, так как на передовой сейчас я буду полезнее, чем в ТУ, в распространенном заявлении отметил президент Карабаха. А Рутюнян призвал всех незамедлительно встать на ноги и с безответной преданностью защищать наше неотъемлемое право жить на своей родине без экзистенциальной угрозы. Сегодня решается судьба не только нас всех, но и всего региона. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал представитель Минобороны Армении Артур Новоднисян. По состоянию на вчерашний день в ВС Арцаха поразили 17 вертолетов противника, 20 самолетов, из них 4 Су-25, 113 беспилотников, 250 единиц бронетехники, в основном танки, 82 машины, 10 бронетранспортеров, 1 тяжелую артиллерийскую систему ТОС-1А, 2 залповые реактивные системы типа СМЕРЧ и 1 систему Ураган. У врага более 3000 жертв, 1000 раненых. С армянской стороны, по предварительным данным, 158 погибших и более 200 раненых. С глубокой скорбью мы узнали, что ушла из жизни вдова легендарного полководца, героя Арцаха, кавалер Ордена Боевого Креста, 1-й степени, соратник Леонида Асгалдяна, одного из основателей армии освобождения, Владимира Балаяна, Морета Арутюнян. Президент Республики Западной Армении, Арманак Абрамян, выражает соболезнования родным и близким. Кувшин, наполненный монетами, был найден при прокладке водопровода в регионе Север-Эк, провинции Урфа Западной Армении. Согласно полученной информации, рабочий, который бурил строительные машины, остановил работу, заметив кувшин. Он сообщил о ситуации со своими коллегами в полицию. В ходе расследования, прибывшей на место происшествия группы полиции, выяснилось, что в кувшине было 44 монеты и кольца. Полиция отправила кувшины монеты в администрацию музея, чтобы выяснить, имеют ли они историческую ценность или же нет. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг Келеляу. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.